Все, что было важное по Донбассу, уже случилось. Это было год тому назад, когда были заключены Минские соглашения. Никаких дополнений к ним быть не может, поскольку еще не выполнены те условия, которые написаны в этих документах. В частности, условия, которые взяла на себя наша страна – провести, принять изменения в Конституции, провести местные выборы и получить контроль над границей. То есть вот эти три вещи, которые случатся в 2016 году. Нет, правда, ни у кого понимания, как же конкретно это будет происходить. Вот, допустим, там обрушатся завтра кордоны и что. И вот этой вот визии, вот это вот видение того, как же все-таки Украина восстановит свой суверитель над Донбассом, нет на самом деле ни у кого. А главное, как это объяснить стране, для того, чтобы люди приняли, что, по сути, это такая капитуляция, которая уже произошла. Мы снова будем привыкать к новой реальности, но мы же понимаем, что тема Донбасса – это такой, знаете, актуальный козырь во внутренних политических разборках. Митинги возле парламента, самые громкие заявления под куполом Верховной Рады. Вот досрочные выборы в парламент, о которых многие говорят, что они возможны, что они могут случиться в 2016 году. Вы в такую перспективу верите? Да, это интересно, потому что сначала их прогнозировали на еще прошлый год, потом сейчас, вот на весну сейчас. Но все говорят о том, что они обязательно случатся осенью. На самом деле это тот еще один фактор, который Украине сказали, что лучше его избегать во время визитов Джона Байдена и во время диалога со всеми западными лидерами. Единственный такой посыл, который был к Украине – это успокойтесь, ни в коем случае не показывайте слабости вашего государства, ни в коем случае не разваливайте коалицию, ни в коем случае не идите на досрочные выборы. Это совсем не благодарная и непредсказуемая вещь. К сожалению, украинцы вынуждены искать другие способы сбережения, кроме как хранить деньги в национальной валюте. И мне кажется, что в этом году больших курсов колюбаний не будет, потому что не будет, опять же, никаких таких потрясений, не прогнозируется никаких потрясений, как-то там выборы, кризисы, обострения войны. И что, может быть, дай бог, этот год станет началом, если не роста, то стабилизации. В крайней мере, хочется всегда верить в лучшее. То есть, как Ленин говорил, что политика – самое концентрированное выражение экономики, а в нашем случае экономика – это самое концентрированное выражение политики. Вот если политических потрясений не будет, то и гривен будет прогнозируемой. Скажите, а вот как раз-таки тот посыл, который со стороны Евросоюза официальному Киеву направили, это перспектива безвизового режима. Вы в нее верите? Как вы полагаете, насколько вероятно, что все-таки во второй половине 2016-го сможем по загрампаспортам без шенгенских виз путешествовать по шенгензоне? Я думаю, это тоже реально. И заслуга здесь больше не, опять же, нынешней властной команды, которая все делает только под жестким давлением, а лоббистов Украины в ЕС, а именно посла Европейского Союза в Украине Яна Тамбинского, который, по-моему, больше украинский патриот, чем большинство народных депутатов и который на самом деле добивается этого и доказывает всей Европе необходимость заключения этого режима.